АТВ ИХСАН представляет Имам Ибн Кайм Джаузия Рахима говорит, золотыми чернилами надо написать эти слова. Он говорит, сколько грехов навлекло на человека сытость и прожорливость. Сколько хороших деяний упустил человек из-за сытости. И тот, кто защищен от вреда своего желудка, своего живота, то он защищен от величайшего вреда. И шайтан является, он говорит, самым главным, кто управляет человеком, когда он заполняет свой желудок. Такой же калам, такую же речь, даже более расширенно и подробно, так же высказал имам Уль-Газали. Ради Аллаху Анху в своей книге Ихья Улюмиддин. И поэтому ученые говорят, тот человек, который покорит свой навс через голод, ученые говорят, что вывело из рая нашего праотца Адама, алейхиссалям, и нашу пра-мать Хава, алейхиссалям. Ихья Улюмиддин. Страсть желудка. Аллах, субханаху ва-та'аля, запретил им приближаться к плодам одного дерева. Но они ослушались. Шайтан сбил их. И вкусив это, они потеряли ту милость, рай, которую без испытания была дана человеку. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорит в хадисе, в достоверном хадисе, не заполнил сын Адама никакой сосуд большим злом, чем заполнение своего желудка. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорит, настоящий мусульманин заполняет одну кишку, Но, к сожалению, дорогие братья, из-за нашего невежества сегодня все стало наоборот. Видим, развитые западные общества, у них переедание считается постыдным. А мусульмане, наоборот, сегодня страдают перееданием. Особенно наши арабские братья. Они у них уже целая катастрофа в некоторых странах Персидского залива. Уже идет пропаганда, потому что люди умирают. Люди поголовно болеют всевозможными болезнями. Мы тоже этим страдаем, дорогие братья, в меньшей мере. Но у нас тоже мы сегодня видим, сколько стало инвалидов, сколько стало больных, в то время как очень часто причиной этого является переедание. Поэтому Аллах говорит в Священном Коране, только задумайтесь. Он говорит, Субхана, не расходуй свои средства в неодобряемом, в запретном, и не будь расточительным. И столковали ученые, это также входит сюда, расточительство, что мы чрезмерно употребляем в пищу. Когда человек чрезмерно переедает, это тоже входит в этот аят. Аллах говорит, не расточительство. И потом он говорит, Субханах, воистину расточительно расходующие, они братья шайтанов. Аллах говорит в другом аяте. Праведные это те, которые расходуют из своих средств на себя, на других, но не расточительствуют и не скупятся. Аллах говорит, ешьте, пейте, но не излишествуйте. Аллах не любит таких людей, кто излишествует. Даже если это будет, дорогие братья, из халяльного твоего дозволенного имущества, Аллах в судный день скажет нам, дорогие братья, вы свои блага потратили в вашей земной жизни. Вы насладили все, что вы хотите. Вы все, что вам было предусмотрено, вы на этом свете использовали и потратили. Поэтому, дорогие братья, сегодня мы должны исправить наше представление о том, как мы должны относиться к нашему желудку. Основные наши развлечения связаны с едой. Как будто больше на этом свете ничего нет. Как будто мы созданы только для жрачки. Через место в еде притупляет память человека. Притупляет его умственные способности. Человек просто тупеет. Ученые, врачи говорят, 95% наших болезней идут отсюда, от желудка. Когда мы говорим, что сахар у человека, сердце, другие органы, печень, почки. 95% причин вот здесь, в желудке. Здоровье очень важно. Без здоровья нет у человека возможности выполнять все, что требует от него Всевышний. Если у человека нет здоровья, как он будет обеспечивать семью? Как он будет защищать свою родину? Как он будет выполнять свои ритуалы, которые он обязан, которые требуют здоровья? Но самое главное, дорогие братья, что страдает, самые важные части нашего тела, это наш иман. Наша память, наш мозг, они страдают, кроме потери здоровья. Имам Навави, рахимахуллах, один из самых больших праведников в истории человечества, он один раз ел в день. Сегодня, что бы они сказали о нас, которые сегодня по пять, и по семь, и по девять раз за день едят? Имам Газали, и другие ученые вывели по пунктам, пользу, которую человеку дает умеренность в еде. Они сказали, первое, это очищение сердца. Чрезмерность в еде вызывает у человека высокомерие. Умеренность делает его скромным. Умеренность в еде уменьшает сон. Жизнь дана для того, чтобы мы жили как люди. Когда чрезмерствует еде, он подобен животному все время, его тянет ко сну. Умеренность в еде помогает ему в поклонении. Что неумеренность, чрезмерность приводит, как мы знаем, к полноте. Мужчина теряет форму, женщина начинает искать греховные связи. И точно так же, когда женщина теряет мыслимые формы, мужчина начинает искать греховные связи. И самое главное, дорогие братья, по статистике, люди, умеренные в еде, они дольше живут на 10, 15 и 20 лет, чем люди, излишествующие в пище. Кто хочет сократить себе жизнь? Поэтому, дорогие братья, мы должны над этим работать. Призывать наших близких, окружающих, разъяснять им это. Что нельзя от того, что у нас сегодня есть эти возможности, излишествовать. Что Аллах не любит это. Что Аллах назвал таких людей братьями шайтана. Кто хочет из нас быть братьями шайтана? Что это имеет прямое влияние на нашу религию, на наш иман, на наш разум, на нашу память. Поэтому, дорогие братья, воспитывайте детей, своих близких, жен, сестер, всех, что чрезмерность порицается. И помните слова Саглят Тустари, рахматуллахи алейхи, что прием пищи один раз – это еда праведников. Два раза – это простых мусульман. Трижды, если человек в день есть, это еда уже животных. Просим Аллаха нам понимание нашей религии и просим ему, чтобы он дал нам тавфик на соблюдении тех заветов, которые нам оставил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Саламу алейкум, рахматуллахи тааллаху алейхи тааллаху алейхи тааллаху алейхи. Продолжение следует... Продолжение следует... Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok